Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. В Тверской области выздоровели еще три человека, у которых был диагностирован COVID-19, а ранее были выписаны 12 жителей региона, выздоровевшие после перенесенного коронавируса. Тем не менее, в регионе подтверждено уже 296 случаев заболевания новой инфекцией, при этом треть из них без симптомов заболевания, либо с легким течением болезни. И в основном это жители нашей области, которые ранее контактировали с теми, у которых уже была подтверждена эта инфекция. Отдельно хочется поблагодарить медиков. Это, кстати, сделал на днях губернатор региона, который так и сказал, медицинские работники вкладывают все свои силы, все свои возможности в обслуживание больных и в обеспечение работоспособности нашей системы здравоохранения. И это правда. Я сегодня, кстати, хотел пригласить нескольких коллег-депутатов Городской Думы на эфир программы «Тема дня», чтобы они дали свою профессиональную оценку происходящему, рассказали о прогнозах по распространению пандемии в наших краях, но никто из них не смог прийти. Все на передних рубежах борьбы. И это понятно. И поэтому вполне обосновано, что на выплаты тверским медикам, медицинским работникам разного уровня, которые работают в опасных условиях борьбы с коронавирусом, из федерального и областного бюджетов направят более 119 миллионов рублей. И на региональные надбавки тоже предусмотрено почти 14 миллионов рублей. И все это за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Таким образом, средняя зарплата реаниматологов в инфекционных госпиталях в Тверской области составит около 200 тысяч рублей, с учетом имеющихся зарплат врачей до 140 тысяч рублей, среднего медперсонала не менее 80 тысяч рублей и младшего медицинского персонала порядка 50 тысяч рублей. Ну что ж, хочется сказать «наконец-то». Хочется верить, что синонимическая пара «бедные врачи» наконец-то уйдет в прошлое. Теперь вопросы с нашей горячей линии. Вот нам позвонило сегодня довольно много людей и несколько интересных вопросов. Вот я выделил. Как в условиях карантина сделать техосмотр машины и продлить страховку? Ну, хочется сказать, что никак, а с другой стороны, некоторые говорят «не надо ездить, сидите дома, будьте на режиме самоизоляции». Мы понимаем, что у некоторых есть неотложные дела, либо работа, как вот у нас журналистов, связанная с передвижением вынужденным. Поэтому совет здесь такой. Полис ОСАГО можно сделать дистанционно, это не только в условиях коронавируса, это и раньше можно было делать. Ну а техосмотр допускается пройти позже, но это не значит, что вы от него будете освобождены. И просто эта процедура будет отсрочена. Еще один вопрос. Точнее, такой как бы призыв о помощи. У новых автобусов номер наверху, и старые слабовидящие люди затрудняются с определением. Просьба обратить на это внимание. Ну что ж, я думаю, что уже обратили внимание. Если нет, то мы обязательно на это отреагируем и сообщим в региональный Минтранс. Ну и в завершение нашей программы, этой колонки главного редактора, несколько анонсов наших программ на завтра. Завтра будет программа «Прямой эфир» о поддержке волонтеров. Сейчас очень много также вот и на горячую линию приходит вопросов о том, как обратиться к волонтерам, где их найти, какие виды помощи оказывают волонтеры, кому полагается волонтерская помощь. Вот обо всем этом вы сможете завтра узнать из программы «Прямой эфир», которая выйдет в 18.20 на ОТР и в 19.35 на телеканале Тверской проспект Регион. И завтра в 13.00, как обычно, выйдет программа «Тема дня» с Ириной Чекуновой. Тема будет «Безопасные дороги». Будем говорить о том, какие сейчас дороги нуждаются в первоочередном порядке в ремонте. Будем говорить о статистике, которая, к сожалению, показывает, что из-за ненормативного состояния дорог количество ДТП увеличивается. И как раз плохие дороги становятся причиной этих дорожно-транспортных происшествий. Можете звонить, оставлять свои сообщения, задавать свои вопросы по телефону 3190 с часу до двух. Завтра программа о дорогах с представителями Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Проведет ее, напомню, Ирина Чекунова. На сегодня это все. Звоните на нашу горячую линию. Телефон тот же 341-341. Задавайте свои вопросы, делитесь своей информацией. Сообщайте нам о тех нарушениях, которые вы выявляете. Будь то либо необоснованный рост цен, либо ненадлежащее обслуживание в каких-то медицинских учреждениях. Или, может быть, в каких-то учреждениях, которые предоставляют услуги для граждан. Звоните. Во всем будем разбираться. Будем вместе бороться с той напастью, которая свалила с нашей головы. Берегите себя и своих близких. Не болейте и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok